Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Артёмова Екатерина, я эндокринолог и представляю отделение диабетической стопы Национального центра эндокринологии. В рамках своего выступления я освещу принцип подхода к лечению данной категории пациентов, который реализуется на базе нашего неполуистого слова уникального отделения. Начну с определения. Синдром диабетической стопы это инфекция, язва или деструкция глубоких тканей, связанных с неврологическими нарушениями и или снижением магистрального кровотока в артериях нижних конечностей различной степени тяжести. На данном слайде я привела статистику довольно-таки неутешительную и по предположениям IDF к 2030 году около 552 миллионов больных с первым и со вторым типом. Это 8,9 процентов от общей популяции. Также предполагают, что пациенты с преддиабетом составят 398 миллионов. Как мы знаем, пятилетняя выживаемость после повторного эпизода развития синдрома диабетической стопы неутешительна и составляют только 50-60 процентов. И, следовательно, эта статистика даже хуже, чем у многих распространенных видов рака. Одна, двух и пятилетняя выживаемость у пациентов составляют 81, 69 и 29 процентов соответственно. А смертность при наличии синдрома диабетической стопы выше, чем при любом другом макрососудистом осложнении. Речь идет о инсультах и инфарктах. Итак, хронические раны и их исходы у больных с сахарным диабетом. Хронические раневые дефекты нижних конечностей развиваются от 25 процентов больных с сахарным диабетом, что является причиной более чем 20 процентов всех случаев госпитализации у этой категории пациентов. 12 процентов госпитализированных нуждаются в ампутации на уровне голени. В течение пяти лет 50 процентов из ранее оперированных нуждаются в ампутации другой конечности. Это статистика с 2013 по 2018 год, статистика нашего отделения диабетической стопы. Всего было включено в исследование порядка 1907 пациентов. Соответственно, с 2007 по 2012 год мы видим такое распределение форм синдрома диабетической стопы. Преобладала нейропатическая форма и уже с 2013 по 2018 год мы видим немножечко другую картину. Преобладает нейроишемическая форма. Возможно, это связано с активным внедрением в нашем центре эндоваскулярной сосудистой хирургии и перераспределение потоков этих пациентов в пользу нейроишемии. Если мы говорим о клинической формах синдрома диабетической стопы, выделяют нейропатическую, которая вставляет по данным некоторых авторов до 55 процентов, смешанная до 35 процентов и изолированная ишемическая до 10 процентов. Как мы видим на данном слайде, нейропатическая рана представляет собой чаще всего округлую форму, локализуется в местах повышенного давления. Нейроостеостропатия шарко – это деструкция костей и суставов. Это может затрагивать различные отделы – передние, средние, задние или могут быть сочетания повреждения. При изолированной ишемической форме пациенты будут жаловаться на выраженные боли и формируются незаживающие раны. Как правило, локализация акральная, соответственно, при смешанной нейро ишемической форме пациенты могут не чувствовать выраженные болевой симптоматики, поскольку вовлекается в процесс повреждения также и периферическая нервная система. И зачастую пациенты не замечают, как развиваются гангренозные изменения уже с такой клинической картиной они приходят к нам на прием. По локализации нейропатической формы – это места, наиболее выраженные подвергающиеся давлению, то есть это зоны максимального пикового давления. Это, например, постампутационные деформации. Здесь мы видим пролапс головки второй плесневой кости после ампутации первого пальца с резекцией плесневой кости. Видим, как изменен, формируется так называемая сгибательная контрактура второго пальца, и здесь при ношении некорректной обуви формируется раневой дефект. В данном клиническом примере мы видим раневой дефект вместе пролапса кубовидной костью при остеотропатии Шарко. В данной клинической форме мы наблюдаем стопу Шарко и формирование стопы и качалки. Здесь также мы видим раневой дефект вместе пролапсирующие головки первой плесневой кости. Как я уже сообщила, могут у пациентов формироваться сгибательные контрактуры, деформироваться свод и формируется пролапс как продольного, так и поперечного, и формируется сначала плоская стопа, затем стопокачалка. Часто у пациентов с различными ортопедическими нарушениями, например, здесь мы видим вальгусное отклонение первого пальца и компенсаторные клювовидные деформации остальных пальцев, формируются раневые дефекты на контактных поверхностях. При формировании сгибательной контрактуры стойкой у пациентов, особенно с длительным течением первого сахарного диабета первого типа, формируются ригидные тугоподвижные сухожилия, и, соответственно, подошвенная поверхность пальцев является крайне уязвимым. Основные извения патогенеза синдрома диабетической стопы. У наших пациентов мы отмечаем ангиопатию крупных сосудов, различных бассейнов, это может быть брахиоцефальные артерии, это может быть коронарные сосуды, артерии верхних и нижних конечностей, аорта, подвздошные артерии. В ряде ситуаций может формироваться холестериновая эмболия, когда разваливающаяся холестериновая бляшка закупоривает дистальные мелкие артериулы и может формироваться синдром синего пальца с некротическими изменениями. Или же это хроническая ишемия, угрожающая потери конечностей, когда сосуды нижних конечностей и артерии повреждаются на разных уровнях с формированием протяженных окклюзий. При повреждении периферической нервной системы может формироваться патология ее автономного звена, то есть снижается потоотделение, формируется сухость кожи, формируются трещины, что является входными воротами для инфекции и при повреждении также автономного звена нервной системы. Мы знаем, что у пациентов снижена местная иммунная система и ответ на микробную инвазию также ухудшается. Это может приводить к формированию инфицированных ран. Повреждения симпатической нервной системы приводят к увеличению скорости кровотока, к шунтированию кровотока, что также может влиять на ускорение резорбции кости, то есть преобладание процессов разрушения костей над остеосинтезом. И у наших пациентов можем отмечать формирование нейроостеортерпатии по автору Шарко и в местах повышенного давления формируются раны. При отсутствии должной разгрузки и лечения это может также приводить к формированию обширных гангрен и в итоге компутации. У пациентов снижается как сенсорное звено, то есть снижается чувствительность, самое главное, что снижается болевая чувствительность, отсутствуют тактильные, очень глубокие виды чувствительности. И наши пациенты, к сожалению, не замечают образования мелких, а порой даже крупных травм и уже обращаются на стадии повреждения массивного повреждения тканей. Также снижается моторное звено, то есть формируется атрофия мышц. Вследствие атрофии мышц формируются такие стойки деформации пальцев, которые я уже озвучивала ранее. Формируются зоны повышенного давления, это приводит к образованию язвы в комбинации с отсутствием чувствительности. При присоединении инфекции также мы можем отмечать наличие гангрены и тяжелое повреждение тканей. На данном слайде я привела модель успехов в лечении синдрома диабетической стопы. Действительно, реализация такого мультидисциплинарного подхода с привлечением консорциума специалистов, это и терапевтические специальности, диабетолог, радиолог, который отвечает за контроль заболеваний факторов РИФСКа, за подготовку пациента к плановому или же, если это в ряде случаев, координирует состояние пациента в случаях экстренного хирургического вмешательства. Сосудистый хирург и интервенционный радиолог ответственны за восстановление артериального кровотока. У наших пациентов могут повреждаться артерии нижней конечности на разном уровне, это может быть и аорто-подвздошный сегмент, и бедренно-подколенный, соответственно, типичный для сахарного диабета берцовый сегмент, может быть сочетание или же повреждение на всех уровнях. И тогда таким пациентам требуется выполнение очень сложных сосудистых вмешательств, там где требуется участие целой бригады специалистов и сосудистых хирургов, отвечающих за открытый шунтирующий этап и, соответственно, за малоинвазивное вмешательство баллонной ангиопластики. Естественно, в лечении трофических изменений и при контроле инфекции участвуют хирург и в ряде случаев травматолог, потому что этим пациентам требуются реконструктивные вмешательства. В нашем отделении работает такой уникальный специалист и хирург, и травматолог-хирург, которые собирают, соответственно, поврежденные кости, синтезируют с помощью аппарата внешней фиксации Элизарова. И при включении в команду клинического фармаколога мы можем достигать определенного эффекта в лечении инфекции. Поскольку зачастую пациенты имеют длительный период существования ран, зачастую они принимают различные антибактериальные препараты, мы сталкиваемся с мультирезистентностью. И даже антибиотики резерва не имеют эффективности в лечении данной категории пациентов. И, естественно, когда мы говорим о реабилитации, мы не можем не иметь в виду о том, что все наши пациенты нуждаются в различных ортопедических пособиях. Более того, контроль за износом и ортопедических пособий, таких как стельки, ортезы, обувь осуществляет врач-ортопед. Естественно, этим пациентам нужно рассказывать, где приобретать или же делать это, изготавливать индивидуально, контролировать так как правильность использования этих ортопедических пособий. Соответственно, в такой команде обязательно участие ортопеда, который занимается подбором лечебной профилактической обуви. Это приблизительная схема нашего отделения диабетической стопы. Наше отделение имеет мощность в 24 койки. В штате один травматолог-ортопед, два рентген-эндоваскулярных хирурга, один хирург и восемь эндокринологов, а также один ортопед, который занимается подбором ортопедической обуви. В двух операционных мы оказываем различные виды вмешательств, то есть это хирургия стопы или различные ортопедические реконструкции, и в другой операционной осуществляются сосудистые вмешательства. Также мы осуществляем выезды на дом и активно принимаем в консультативно-диагностическом отделении. Концепция диагностики, принятия решений и, соответственно, маршрутизация пациента. Мы, эндокринологи, проводим осмотр пациента в кабинете диабетической стопы. Естественно, к нам идут пациенты не только с синдромом, но и также мы оцениваем риск развития синдрома, то есть проводим скрининг. Для того, чтобы оценить степень риска развития синдрома, достаточно проверки чувствительности, тактильной чувствительности при помощи 10-граммового монофиламента, а также проверка кровотока с помощью портативного доплера. Если же мы видим у пациента глубокий раневый дефект, понимаем, что дном раны являются сухожилия или костные структуры, подозреваем наличие нейроостеотропатии стопы шарко, мы имеем возможность отправить пациента на МСКТ, на рентгенографию или же в ряде случаев на МРТ. Соответственно, мы понимаем, если эта ситуация острая, то пациент маршрутизируется в скоропомощное отделение стационара и проводится хирургическая обработка в условиях операционной. Если же пациент, соответственно, с небольшим раневым дефектом, обработка осуществляется непосредственно в кабинете диабетической стопы и дальше определяется кратность визитов для контроля состояния раны, инфекции, правильности выполнения рекомендации и так далее. Если же мы понимаем, что у пациента ишемическая форма, мы оцениваем кровоток на разных уровнях, на уровне, соответственно, паховой складки, то есть общебедренной артерии, на уровне подколенной артерии и на уровне голеностопного сустава, то есть оцениваем состояние задней большеберцовой артерии, передней большеберцовой артерии, тыльной артерии стопы. Если в первом ситуации на уровне паховой складки мы отмечаем наличие коллатерального кровотока, это видно по доплерской кривой и по скоростям, мы предполагаем окклюзию выше, соответственно, общебедренной артерии, и в таких случаях пациент направляется на МСКТ-ангиографию, и дальше пациента консультирует сосудистых хирург для принятия решения о виде сосудистой операции. Если же уровень окклюзирующего поражения, соответственно, на уровне подколенной ямки или же верцовых артерий, в данной ситуации достаточно выполнения ультразвукового исследования. Наши специалисты являются крайне опытными специалистами экспертного уровня, дальше уже мы также определяем срочность показаний, срочность госпитализации этого пациента. Что касается стандарта лечения ран, выделяют местное лечение, устранение ишемии, устранение отека, а также снижение давления на область раны. Какими подходами, какими, соответственно, мощностями обладает наше отделение. Мы проводим различные варианты хирургической обработки, либо острым путем скальпелем, либо с помощью гидрохирургической системы, она называется Versaget, я не расскажу чуть позже. Также мы осуществляем лечение инфекции, то есть назначение и местных антибактериальных препаратов, и различных перевязочных средств, используется системная антибактериальная терапия. Проводим контроль, оценку эксудации. Для контроля эксудации и осуществления оптимального лечения раны во влажной среде используются различные перевязочные средства. Также мы активно используем вакуум-ассистированную терапию, я тоже об этом расскажу чуть позже, и регулярно проводим очищение раневой поверхности, дебридмент. Устранение ишемии, как я уже рассказывала выше, это могут быть шунтирующие операции, которые выполняют наши сосудистые хирурги, это могут быть изолированные эндоваскулярные операции, а также это может быть сочетание проведения и шунтирующих операций или эндоваскулярные операции с эндоваскулярным лечением. Мы не должны забывать, что у наших пациентов для успешного лечения раневого дефекта обязательно поддерживать, устранять отек. Таким образом, необходимым является лечение компенсации хронической сердечной недостаточности. Если это хроническая болезнь почек на стадии гемодиализа, это эффективный диализ. Также уже если у пациента нет явления критической ишемии, необходимо проводить эластическое бинтование, компрессия нижних конечностей. Для снижения давления на область раны существует довольно-таки большой выбор, широкий выбор различных разгрузочных средств. В нашем отделении, как правило, это осуществляется при помощи креслокаталки. В ряде случаев пациенты проводят подобный метод разгрузки и у себя дома. Также сейчас доступны различные варианты, такие как пневмоортез, как тутер, различные разгрузочные стельки ячеистые и башмак-барука. Расскажу несколько клинических случаев. Это пациентка 63-х лет, которая обратилась к нам уже с наличии гангрены первого и пятого пальца. К сожалению, пациентка не отмечала выраженных болевых ощущений ввиду повреждения нервной системы периферической, то есть у пациентки была тяжелая нейропатия. Первым этапом выполнена баллонная ангиопластика поверхностно-бедренной артерии, выполнено стентирование на всем протяжении, баллонная ангиопластика передней большеберцовой артерии и артериальной дуги стопы. Вторым этапом выполнена ампутация пальцев на уровне основных фаланг, раневые дефекты были ушиты, потом через 14 дней выполнено снятие швов и пациентка была отпущена на амбулаторный этап. Через три месяца мы отмечаем, что у пациентки рецидив критической ишемии, по данным ультразвукового исследования мы отмечаем тромбоз стентированной поверхностно-бедренной артерии и пациентка госпитализируется в отделении нашей сосудистой хирургии. Выполняется тромбоктомия из поверхностно-бедренной артерии, из подколенной артерии и таким образом достигается разрешение критической ишемии. Через 6 месяцев мы опять видим отрицательную динамику, благо эта пациентка наблюдалась у нас довольно-таки часто, приходила на визиты в кабинет диабетической стопы. Мы отмечаем ухудшение состояния, формирование реаклюзии пролеченных артерий и уже новый этап, получается это третий вариант, третий ревоскулизирующего вмешательства. Пациентке выполняется бедренно-подколенное шунтирование с баллонной ангиопластикой передней большеберцовой артерии и малоберцовой артерии. Таким образом, пациентка за год перенесла несколько рентген-контрастных вмешательств, несколько шунтирующих вмешательств. Это говорит о том, насколько тяжелая эта патология, насколько протяженные поражения артерии и как сложно даже при соблюдении всех, при использовании всех современных методов разрешать и сохранять, разрешать критическую ишемию, сохранять конечность. На данном слайде я приведу недавнего нашего пациента, пациента с перемежающей хромотой, которого беспокоило боли в мышцах бедра и икроножных мышцах при прохождении минимальной дистанции, это где-то 50 метров, пациент без трофических изменений нижних конечностей. По данным МСКТ ангиографии мы видим, что у пациента было выполнено стентирование поверхностной бедренной артерии, вот здесь, и весь стенд, соответственно, не проходим. Видим наличие шунта, который отходит от места проксимального анастомоза от общей бедренной артерии и, соответственно, в подколенную артерию. При увеличении мы видим, что из-за, соответственно, нескольких доступов повторных сформировалась структура проксимального анастомоза, и мы видим значимое, соответственно, сужение просвета. Таким образом, принято решение о стентировании проксимального анастомоза, и только таким образом мы достигли заполнения дистального русла. Следующий клинический случай. Пациент также без критических трофических изменений на стопе. При осмотре в кабинете диабетической стопы при доплерографии на уровне паховой складки мы отметили наличие коллитерального кровотока. Пациент был отправлен на МСКТ ангиографию, и здесь мы видим подобную картинку, то есть окклюзия наружно-подвздошной артерии. При этом у пациента заполняется глубокая бедренная артерия, что обеспечивает кровенаполнение дистальных фрагментов подколенной артерии и задней большеберцовой. Таким образом, пациенту выполнено гибридное вмешательство. Первым этапом это парадольная артериотомия на общей бедренной артерии с переходом на глубокую бедренную артерию. И дальше, выражаясь жаргоном, выполнена функция запустили эндоваскулярных хирургов и существовали доступ к наружно-подвздошной артерии, и, соответственно, выполнена дилетация и имплантация стента в окклюзированный сосуд. Несколько слов о хирургическом лечении. Операции бывают экстренные, бывают плановые. При наличии массивного поражения ткани, при наличии флегмона стопы мы понимаем, что пациенту нужно выполнять экстренное оперативное вмешательство, и если же мы имеем сухую гангрену, сухой струб, то такие пациенты могут уже оперироваться планово. Стратегии хирургических вмешательств при плановой ситуации. Первым этапом выполняется ревоскуляризация, и уже вторым этапом отсрочно выполняется хирургическая обработка. Хирургическая обработка может включать сразу ампутацию и пластическую реконструкцию раны, либо же хирургическую обработку, и через какое-то время формируется закрытие раны местными тканями, или же рана заживает вторичным натяжением. Это пример пациентов с сухими некротическими изменениями, которые не требуют экстренной хирургической обработки. Здесь мы видим гангрену первого пальца, гангренозные изменения ахиллого сухожилия и мягких тканей, и здесь мы видим сухую гангрену после операции уже ампутации, резекции переднего отдела стопы. В таких ситуациях пациент поступает к нам в стационар. Первым этапом выполняется баллонная ангиопластика. В конкретном случае мы видим, что восстанавливается просвет задней большеберцовой артерии. По ангиосомному принципу осуществляется, соответственно, пластика той артерии, которая питает этот участок. И дальше пациент попадает в руки уже хирургов, и выполняется хирургическая обработка, в данном случае аппаратом VersaJet. Первый раз и, соответственно, второй. После того, как рана очистилась, когда дно раны представляет активная грануляционная ткань, раневой дефект можно закрыть, например, путем перемещенным, прощепленным кожным лоскутом. Вот так вот выглядит рана через три месяца, лоскут полностью прижил, и пациент радуется жизни и сохраненной своей левой нижней конечности. Данный клинический пример также иллюстрирует плановое вмешательство на стопе. То есть первым этапом также выполняется баллон ангиопластика. Дальше иссякаются все некротизированные ткани, также при помощи системы VersaJet гидрохирургической. Следующим этапом выполняется довольно-таки сложная комбинированная пластика раны. Видим, что у пациента дефицит мягких тканей, соответственно, частично производится пластика и частично производится аутодермопластик, расщепленный кожным лоскутом. Также через шесть месяцев рана полностью эпитализировалась, и пациенту изготовлена индивидуальная ортопедическая обувь в стельке, и до сих пор он наблюдается у нас вот с такой стопой. При таких ситуациях, когда мы видим влажную гангрену или же флегмону, первым этапом выполняется условно-радикальная хирургическая обработка, и только потом выполняется ревоскуляризация. Очень важно не затягивать момент между проведением условно-радикальной хирургической обработкой и сосудистой операцией, потому что за это время часто очень быстро прогрессирует ишемия и некротизируется ткани. Также можно реализовать подход, вначале выполняется хирургическая обработка после ревоскуляризации, уже повторная, и дальше через какое-то время, как правило, месяц или даже несколько месяцев, выполняется пластическая реконструкция. Также это можно сделать одномоментно или же рано заживая вторичным натяжением. На базе нашего отделения реализуются все три подхода, в зависимости от различных моментов, от удаленности пациента от нашего центра, потому что, естественно, мы принимаем пациентов из различных регионов и субъектов нашей страны. Хирургическая стратегия при лечении хронических раневых дефектов. Как бы мы не обучали наших пациентов, этим, эта категория больных, требуются регулярные хирургические обработки даже в условиях перевязочного кабинета. Для чего это необходимо? У пациентов с сахарным диабетом раны застывают в определенной хронической стадии и не переходят в другие стадии раневого процесса, и не реализуется смена фаз, которые приводят к успешной эпитализации. Поэтому задача наших обработок – это перевод хронической раны в острую. Таким образом проводится обработка раневого ложа, удаляются все некротические компоненты из раны, удаляются различные фенотипически измененные клетки краев и основания раны. У ряда наших пациентов формируется пара- и гиперкератоз. И это же, соответственно, при отсутствии критической ишемии, все это можно сделать либо в условиях перевязочной, то есть можно удалить гиперкератоз, плотный налет фибрина, также выполнить отделение легко отходящих некротических тканей. При, соответственно, сохранной чувствительности все это мы можем выполнить только в условиях в операционной. Также, если у пациента имеется глубокий некроз с повреждением, вовлечением сухожильно-костного аппарата, также при присоединении значимой инфекции, ну и также при выраженном болевом синдроме. Схематическая характеристика нейропатической раны. Действительно, мы отмечаем наличие гиперкератоза, то есть активно пролиферирующих клеток, которые, к сожалению, не эмигрируют в раневое ложе, и это не приводит к эпитализации раневого дефекта, сохраняется. Но мы видим вот эти массивные наложения гиперкератоза, который периодически действительно нужно удалять, чтобы стимулировать изменение фенотипа клеток на миграционный. На этом видео проиллюстрирована обработка раны в условиях перевязочного кабинета. Мы видим, что дно раны представлено наложением фибрина плотной, которой создается определенная кислая среда, а это тоже влияет на миграционный потенциал клеток. Проводится обработка раны растворами антисептиков. В данном случае это мермистин или беспиртовой хлоргексидин. На самом деле растворов антисептиков великое множество. Дальше острым путем обрабатываются участки гиперкератоза. Мы видим, они довольно-таки массивные, то есть это места повышенного давления. Несмотря на то, что пациент соблюдает режим разгрузки, все равно вот такой вот налет, слой гиперкератозов формируется и мешает успешной эпитализации. Таким образом производится обработка краев и дальше также счищается налет фибрина. Рана закрывается либо травматической повязкой, либо в зависимости от наличия экссудата это могут быть и губчатые повязки. Ну, опять же, это выбирается в зависимости от стадии раневого дефекта. На данном слайде я привела ультразвуковую кавитацию раны. Также мы это используем при наличии обширных раневых дефектов. Здесь мы видим выраженный налет фибрина, который довольно-таки сложно отделяется острым путем и при этом мы можем столкнуться с выраженной кровоточивостью краев рана. Наши пациенты зачастую имеют анемию и, конечно, лишняя травматизация ткани кровопотеря является совершенно ненужной. Таким образом, с помощью ультразвука и подачи физиологического раствора расщепляются тканевой детрит, плотное наложение фибрина и происходит очищение раны. Иногда у пациентов это можно выполнить без дополнительной анестезии. В ряде случаев мы привлекаем наших анестезиологов, которые выполняют, прекрасно владеют техникой периферической проводниковой анестезии, блокируется седалищный нерв на уровне подколенной ямки. Соответственно, мы проводим подобные манипуляции в пределах перевязочного кабинета. Несколько слов об аппарате Версаджет. Это используется струя физиологического раствора под высоким давлением. Движение этой струи происходит по касательной вдоль раны, и струя, как лезвие, удаляет некротическую ткань, бактерии и детерит. Также происходит одновременная аспирация этих тканей, и всегда операционное поле доступно для хирурга, для его визуального контроля. Основные преимущества – это действительно чистота рабочего поля путем постоянного удаления крови, минимальное повреждение тканей, создание гладкой раневой поверхности, радикальная хирургическая обработка и труднодоступных для скальпеля места. Это очень актуально для синдрома диабетической стопы, для наших пациентов. Также происходит, можно использовать у тяжелых пациентов. Сейчас, если запустится видео, я скажу несколько слов о данной обработке. У нашей пациентки абстез пяточной области. После проведения ревоскулилирующего вмешательства пациентка поступает уже для дальнейшей хирургической обработки. Здесь мы видим труднодоступность для скальпеля этой зоны. Вот так проводится, собственно говоря, обработка расплавленных гноем некротических тканей. Это подошвенная поверхность, подкожевая клетчатка. Дальше у данной конкретной пациентки немного обнажилась кость. Проводится контроль состояния раны, гемостаз, без иссечения дополнительных жизнеспособных тканей. И для создания оптимальной среды безвоздушной, это позволяет контролировать состояние, бороться с инфекцией, поскольку создается безвоздушная среда, и аэробные бактерии гибнут. Также вакуум-аппарат стимулирует рост грануляционной ткани. Это позволяет сократить время пребывания пациента в стационаре, а также сократить сроки госпитализации. Запустите, пожалуйста, видео. Существует много компаний, которые производят вакуумные аппараты. На самом деле, особенных отличий принципиальных у них нет. Реализуется создание отрицательного давления различной величины. Есть аппараты, которые создают инстилляцию антисептиков, то есть одновременно и вакуум-эффект, и, соответственно, обработка антисептическими растворами. На дно раны устанавливается специальная губка, которая имеет определенную величину пор. Края раны мы обрабатываем специальной пастой с инком, чтобы избегать мацерации. Рана герметично заклеивается и восстанавливается величина отрицательного давления в зависимости от наличия болевых ощущений у пациента, то есть от 50-60 до 110-120 мм ртутного столба. Вот такая губка, которая вырезается по размеру раневого дефекта и непосредственно погружается в рану. Дальше это заклеивается специальной пленкой для создания герметичности, и пациента не требуется перевязывать. Длительность вакуум-терапии одного сеанса может быть до 3-5 дней, в зависимости также от состояния раны. И это действительно, повторюсь, значимо стимулирует рост грандиционной ткани, и позволяет сократить глубину раневого дефекта, его объем. Вид стоп-приналожения вакуумной повязки, то есть пациент даже может спокойно перемещаться, никаким образом это не доставляет ему дискомфорт. Такой вид внешней раны после выписки из стационара, мы видим уже значимое заполнение раны грандиционной тканью. Вот здесь отмечены участки островки грандиционной ткани в области лодыжки, соответственно, вот та рана, которая обрабатывалась гидрохирургической системой. Здесь мы также видим, что пяточная кость уже закрылась, и рана в стадии грануляции. Вот так выглядит рана уже на визите в кабинете диапатической стопы через 2 недели. Мы видим уже, грандиционная ткань заполняет больше где-то половины размера раневого дефекта. Также отмечается активная рост грандиционной ткани в ранней пяточной области. Благодарю вас за внимание. В своем сообщении я рассказала только о части, наверное, ну или крупными мазками о тактике ведения этих пациентов. На самом деле это довольно-таки сложное многоэтапное лечение, в котором участвует не только врач, не только команда специалистов, но и сам пациент, и родственники, потому что их мы обучаем правильным перевязкам, определенным навыкам по уходу за стопами, и мотивируем приходить, даже если раны уже зажили, на профилактические осмотры. Вопросы от аудитории. Что необходимо для направления на консультацию пациентов с диабетической стопой в ваш центр? У нас осуществляются и платные консультации, а также возможное направление пациента по каналу ОМС от, соответственно, эндокринолога из поликлиники. Продолжение следует...